Большой зал агатовых комнат Здесь очень много видов отделки Здесь искусственный мрамор, натуральный мрамор Бронза и дерево, и прекрасные паркеты Паркет во многих местах истончился очень серьезно Где-то до 2 мм толщиной И наша сегодняшняя основная задача Сохранить исторический паркет Нам очень хочется, чтобы паркет пришел в то состояние В которое он был в 18 веке Это очень важно Мы с вами находимся в мастерской В которой происходит реставрация паркетов Большого зала агатовых комнат Паркеты были созданы Камероном На основе двух залов особняка Ланского Поэтому имеют достаточно сложную композицию Из двух типов паркетных щитов Перед нами находится щит центральной композиции паркета Большого зала И мы можем увидеть те дефекты, с которыми нам приходится сталкиваться в работе Практически все детали утратились в связи со своей основой Поэтому приходится каждую из них снимать И для этого мы производим инъекции спирта Которые растворяют клей достаточно небольших размачиваний И паркет без утрат отходит от основы Мы расшиваем, основу укрепляем, делаем заделки После этого все дефекты убираем И по возможности максимально исправляем геометрию паркета Реставрации, которые производились в зале Они ни разу не производились с полным демонтажем паркета В прошлом году нами была проведена громадная работа По сначала демонтажу этого паркета Мы смогли увидеть то состояние, в которое пришли лаги На которых лежал этот паркет Основа была в очень плохом состоянии Очень сильно изъедена жуком Поражена лесенью, грибком Поэтому были заменены лаги И очень большой объем мусора был вывезен Пространство достаточно большое Было полностью забито пылью И строительной грязью, которая скопилась со дня строительства Агатова комната Все паркеты Агатова комнат очень сложны по рисунку И очень большое количество пород дерева используем Мы видим два разных цвета палисандра Мы видим самшит, мы видим розу, светлый орех Вот эта часть паркета была из амаранда Он должен был быть фиолетовым Его естественный цвет, который изначально планировался архитектором И под воздействием света и кислорода Приобрел очень темный шоколадный оттенок Дерево садится, поэтому где-то появляются щели Делается тонкая вставочка и подгоняется Сгибается по форме, чтобы не делать пропил Постараемся этого всячески избегать Поэтому небольшое заревание происходит Минимально искажающий вид паркета Уже в большой степени отреставрированный фрагмент Цвет вставки, который нам пришлось сделать, немножко другой Придется сделать тонировки, чтобы ввести эти новые заделки в цвет старого дерева Травленый дуб, который был зеленого цвета, он провалился просто потому, что сел сильно Поэтому приходится снизу добавлять сосну и уже после этого возвращать его на свое место Кусочек исторического паркета, который был уже кем-то до нас реставрирован Была заменена очень большая часть прожженного паркета Остались небольшие детали прожженные, которые мы тоже не планируем вычищать Это наследие времени, которое мы оставляем Укрепляем все это, производим отмывки, чтобы клей практически не пострадал И уже после этого начинаем ввести восковки Береза, вот как наиболее мягкая порода, пострадала сильнее всего Швы проявились, все они забились грязью, поэтому они такие темные Поэтому мы произвели проклейки, уберем грязь И, скорее всего, здесь будет вставочка дерева, а здесь будут сделаны восковки в цвет На этом щите произведены все зарейки Через инъекции клей был подпущен, мы видим минимальные дырочки, которые мы сейчас заделываем твердым воском Перед нами подготовленный к монтажу щит из большого зала Это второй тип щитов Наша большая достоинство, что мы сохранили весь исторический паркет И новых вставок мы практически не видим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok